Я Уриэль Штерн, ведущий. Пытаюсь вас научить вкусной, полезной и приятной еде. Сделать сюрприз своим любимым. Сегодня достаточно простое обыдание, которое имеет самый обалденный и приятный вкус, который можно попробовать только в Италии. Или буквально после моей передачи это можно будет пробовать у вас дома. Прекрасные спагетти. Для этого вам понравится всего лишь 4 компонента. Мука твердых сортов, яйца и щепотка соли. Все, и прекрасная машинка. Открываем на страничке приготовления пасты. Главное, вы не переживайте, что я не говорю точное количество, которое мы добавляем в рецепты. На сайте, в фейсбуке у меня будет полностью все сказано, и вы сможете рецепт отпечатать. Да, ладно, не переживайте, все рецепты есть на сайте. Включили машинку. В принципе, ваша работа уже закончена. Можете спокойно отдыхать. Смотреть, любоваться. Пару минут на самой малой скорости. Не начнайте замешивать тесто. Обратите внимание, что это мука твердых сортов, и мы не добавляли сюда ни грамма воды. Поэтому нужно внимательно следить за тем, чтобы машинка была... лопасти были чистые. И то тесто, которое скатывается по бокам, надо аккуратно лопаточкой переместить в центр. Буквально 7-8 минут тесто наше великолепно перемешалось. Мы его достаем. Знаете, я все время, когда такие механизмы смотрю, я все время вспоминаю свою первую стиральную машину. Знаете, я когда приобрел первую стиральную машину, я где-то сидел минут 20, и смотрел, как она крутится, перемешиваясь воду. Тесто готово. И даем 15 минут ему отдохнуть. Пока тесто остывает, мы приготовим соус. Полно луковички. Многие спрашивают, почему такое внимание надо уделять еде. Очень простая причина. Вы знаете, первые люди жили в раю. Почему они оказались не там? Потому что они скушали не то, что нужно было. Готово. Берем оливковое масло. Я его настоял на розмарине. Немножко оливкового масла. Очень внимательно посмотрите за тем, чтобы в этот момент вы не отходили ни в коем случае от сковородки. Потому что оливковое масло не любит, чтобы его оставляли одного. Потому что если оно останется одно, оно имеет такую причину начать гореть. Аккуратненько в сковородочку. Сейчас прекрасный момент потренироваться, как это делают профессиональные повара. Движение очень простое. Вперед, вверх и назад. Вперед, вверх и назад. Вперед, вверх и назад. Добавляем чесночок. Добавляем чесночок. Обратите внимание, что я добавил чесночок вторым, а не первым. Это очень важно. Сырные помидорки. Вы знаете, некоторые бытует мнение о том, что лучше добавлять свежие, но я вам скажу, что я не думаю, что там очень-то заменить. Две любимые кухни, которые я имею в виду. Это итальянская и японская. Ну, а японская буду говорить позже. Витальянская меня привлекает самое главное. Это, конечно, просто так. Соус у нас кипит. К этому моменту мы должны добавить специи. Берем орегано. Специи на каждый вкус, но я обычно не жалею. Оставляем потушиться еще буквально 5 минут. И в это время мы можем спокойно перейти к изготовлению продукта, который называется паста. Мы должны ее теперь поделить на 4 части. Теперь главное запомнить последовательность. Как мы будем это готовить? Сначала мы ставим единичку. Включаем. Ничего сложного. Соединяем вместе. Пропускаем опять. Теперь спокойно меняем скорость. Ставим на вторую. Делаем более тонкое. Если немножко тесто жидкое, значит, мы берем, добавляем муку, посыпаем. Нормальная процедура. Дальше мы ставим, уменьшаем до 4-го валика. И прокатываем. Немного ничего давить. Немного спокойненько проводим и все. Остальное мы сейчас в стороночке прикроем пергаментной бумагой. Теоретически будем эти заморозить. Нет никаких проблем. Достаем нашу насадочку. Видите, все очень просто. Все очень просто. Я, как маленький ребенок, удивляюсь этому чуду, которое опять же придумали итальянцы. Вообще, очень странный народ. Это, знаете, какая-нибудь другая монополизированная страна не то, чтобы не продавала бы нам эти машинки, а именно наоборот. Мы же знаем, что итальянцы специализируются на продаже макаронных изделий по всему миру. И продавая такую машинку, они просто сами себе рубят определенный бизнес. Пересыпаем немножко муку еще. Ловим пасту. Посмотрите. Готово. Присыпаем пасту мукой. Первая борца готова. На следующем уроке мы сделаем эту пасту зеленой, эту пасту мы сделаем красной. Соберем вместе, сделаем лазанью. Раскатаем, сделаем канелони. Все с помощью этой машинки, с помощью ваших рук, с помощью вашего желания и любви к хорошим продуктам. Ой-ой-ой-ой. Такое нигде не купишь, поверьте мне. Нигде не купишь такое. Аккуратненько. Вы думали у меня видеть такую большую кастрюльку? Нет, я хитрый. Такая кастрюлька я видел в ресторане. Знаете, в настоящем итальянском ресторане, когда я был в Венеции, никаких ничего. Вот такая стояла великолепная посудинка, сковородочка. И там все это происходило. Сейчас, внимательный момент. Если у вас перестала кипеть вода, пожалуйста, добавьте немножко. Добавьте газу. А я добавил бы не газу, а я добавил бы немножко корости. На моих, между прочим, великолепной плите можно еще выставить время. Чудо. Внимание, смотрите, это не вермишель. Это не вермишель, это итальянские спагетти. Поэтому варить их нужно, домашние итальянские спагетти, не больше, чем 3-5 минут. Паспу слили. Берем оливковое масло немножко. Да, мы на заключительной стадии. Готово. Соус готов у нас. Добавляем соус. Я единственное жилье о чем, что я не могу все мои дорогие повезти себя в студию, чтобы вы могли попробовать то, что я сейчас приготовил. Вкус этой пасты заткнил бы с той речей, о которой я говорю. Паста готова. Теперь главное не забыть ее преподнести как положено, как ресторанное блюдо, как завершение недели, как радость пятничного или субботнего дня. Порцию вот сюда. Нужен центр. Сказать. Теперь мы берем зелень, петушечку. Мелко прорубали. Готово. Ну что теперь? Теперь все очень просто. Осталась только бутылочка белого прекрасного итальянского вина, и вечер удался. Продолжение следует... Продолжение следует...